Девушки отдыхают И говорить о том, что первая игра была плохой, будучи ее фанатом в прошлом, я считаю предательством. Но не предательством игры, нет, а предательством своего детства. Потому что в те далекие годы мы наслаждались игрой и не думали ни о чем плохом. И вот первую трилогию Сталкера я не буду никогда принижать. Это часть моего детства. Но месяц назад я решил посмотреть на другие произведения по этой вселенной. То, что еще 10-15 лет назад мне казалось шедевром в рамках этой вселенной, естественно, книги. На тот момент после книг возвращаться к игре было как-то, ну, скучновато. Потому что кругом игровые условности, ну и так далее, тому подобное. И я решил перечитать как можно больше этих книг, чтобы понять, а так ли хороша вселенная Сталкера. Или это просто детские воспоминания, которые имеют такую плохую черту, как идеализацию. Ведь в детстве все кажется куда лучше. Но книги книгами, но я все равно буду иногда возвращаться в Сталкер. Ранее я делал это примерно раз в год. Сейчас уже забыл, когда последний раз игру-то запускал. Но после прочтения книг все равно захотелось поиграть в нее. И да, играть в игры, конечно же, интересно и весело. Но куда интереснее разрабатывать игры. И почти каждый геймер мечтает сделать свою игру. Но с чего начать? Как говорится, куда бежать и что делать? Это извечный вопрос геймеров, которые хотят перейти из разряда игроков в разработчиков игр. И регулярная прокрастинация, и отмазки по типу «я не знаю с чего начать» уже не прокатят. Вот она, возможность, которая может стать первой ступенью в вашей будущей карьере в геймдеве. Хотите попробовать себя в новой профессии? Геймдизайнеры, 2D-художники и юнити-разработчики – одни из самых востребованных специалистов в геймдеве. Каждый из них носит свою лепту в разработку будущей игры. Пройдите 5-дневный бесплатный мини-курс по разработке игр от Skillbox. После регистрации вы получите полезный чек-лист «Как войти в геймдев?» 5 первых шагов к работе мечты. За время обучения вы пройдете весь процесс разработки игры – сценарист, художник и разработчик. Нарисуйте персонажа в фотошоп, напишите игровой алгоритм на юнити, который нужен для управления этим персонажем, настроите физику и многое другое. Вы с нуля создадите свою игру в стиле Марио, которую можно будет включить в портфолио. Изучая разные аспекты создания видеоигр, вы можете понять, к чему у вас лежит душа, а к чему нет. Спикеры – профессионалы из геймдев-компаний и игровых студий. И Nova, Cometa Games, IT Hub Games. Этот мини-курс проходит в очень удобном формате. Вы, в удобное для вас время, просматриваете видеоматериалы, записи с акцентом на практику. Получаете полезные материалы, которые потом пригодятся в работе и помогут узнать о профессиях в геймдеве. Во время прохождения курса вы ознакомитесь со всеми этапами разработки, от сценария, графики в стиле пиксель-арт, вплоть до сбора игры в юнити. Поэтому после пятидневного курса определиться с направлением в игровой индустрии вам будет проще. И как результат, вы разработаете игру, которую можете дать поиграть друзьям и добавить ее к себе в портфолио. Все участники бесплатного мини-курса получают сертификат на 10 тысяч рублей на любой другой курс от Skillbox. Карьерная консультация, на которой вам помогут определить ваши сильные стороны, дадут тестовый доступ к понравившемуся курсу профессии, чтобы вы оценили, насколько она подходит именно вам. И это еще далеко не все. Не теряйте время, переходите и регистрируйтесь на мини-курс прямо сейчас. Всем, кто посмотрит первый урок, бонусом год обучения английскому языку на платформе Skillbox. А еще раз в году и курс в подарок. При покупке в Черную Пятницу выбирайте второй курс в подарок. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Для начала стоит отметить, что GSC выиграли в лотерею, по-другому это никак не назвать. Они взяли за основу пикник на обочине Стругацких, навалили сверху своих идей и попали в нерв игрокам. Причем почти всем игрокам из СНГ. Фанатели по игре еще до ее выхода. И этот ажиотаж можно было превратить во что-то по-настоящему масштабное. Если бы правообладатели подошли к этому вопросу серьезно. Не только с целью заработать здесь и сейчас, но и с целью создать из этого проекта настоящую мультимедийную франшизу. Книги, фильмы, игры и так далее. Но на примере книг видно, что все, что делали разработчики, делали спустя рукава. И цель была одна. Деньги. Здесь и сейчас. Не больше, не меньше. В превью ролика есть небольшой обман. Мол, я прочитал все книги. Нет, это конечно же не так. Официальных книг по Сталкеру около сотни. А подражателей и того больше. И суммарно набираются около 300 книг. За месяц я прочитал все популярные книги. Оценки которых были более-менее нормальные. У меня свободного времени все-таки не так много. И нужно как-то было рационально его тратить. Рационально тратить время, читая книги по Сталкеру. Блять. И вот спустя уже десяток книг, некоторые из которых я читал уже через силу. Я все-таки понял, что, как говорил классик, потраченному времени жаль. Прочитано и прослушано было множество книг. Диалогия про дезертира. Опять начал читать в зоне тумана. Ну, а че, книга до сих пор в толчке лежит, почему бы нет. Продолжение в зоне тумана про мунлайта, зачистка. Тени Чернобыля, сердце контролера. Короче, список внушительный. Прослушал во время работы. Читал в свободное время на условных там обедах. В машине слушал. Короче, потребил контента по Сталкеру за месяц. Самое почтение. Я кое-что вспомнил. Даже несмотря на низкий уровень литературы, все равно эти книги покупали вагонами. Насколько же все-таки преданный фанат из Сталкера, это просто какая-то жесть. Я помню, как в конце нулевых, в начале десятых, в книжных магазинах был просто какой-то завал из этих книг. И самое забавное, что они не успевали залежаться. Их разбирали, и потом завозили новые. Но так ли были они на самом деле хороши? Эм, спойлер, нет. Но давайте чуть подробнее. Вот вещи, которые сразу бросаются в глаза. Первое, это неумелые боевики. Книги-боевики для меня вообще очень странное явление. Но каждая книга по Сталкеру так или иначе боевик. И качество этого боевика, этого элемента, все цело зависит от автора книги. Возможно, он служил в армии. Возможно, принимал участие в боевых действиях. И тогда эти аспекты будут проработаны хорошо. А возможно, нет. И в книгах по Сталкеру разные описания боев. Я их даже в пример приводить не буду. Там кто на что гораст. Есть как и отличные описания перестрелок, так и откровенный позор. Но тут в силу опыта кое-что стоит отметить. Escape from Tarkov научил многих отличать магазины от обоймы, например. И теперь среди геймерского комьюнити называть магазин обоймы является, скажем так, ну, зашкваром, что ли. Мол, чё ты вообще такое несёшь? Ты знаешь, что такое обойма? И там начнётся лекция на полчаса. Но вот вам выдержка из книги «В зоне тумана». Цитата. Я не считал патроны. Рука просто на автомате вытащила 8 штук. А пальцы на автомате запихали их в обойму. Конец цитаты. И казалось бы, 8 патронов. Ну, наверняка есть такие обоймы. Чего нет-то? Только вот речь идёт про БП. А у него, как-никак, магазин. Я понимаю, что это мелочь. Но это прям в самом-самом начале книги. Которая, по факту, боевик про перестрелки. И автор этой книги должен быть более-менее компетентным. Но, как видим, нет. Повторюсь, это мелочь. Но она сразу бросается в глаза и сдаёт тон. Сейчас будет ещё один отрывок из книги. Он никак не относится к вселенной игры. А скорее демонстрирует отношение тамошних сталкеров к москалям. Книге, если что, уже более 15 лет. Цитата. Бар в зоне, вещь не сказать, что заурядная. Сторинген, конечно, не единственное заведение в своём роде. Но если кому-то показалось, что кабаки здесь натыканы, как в Москве на Тверской. Спешу расстроить. Ничего подобного. Хотя, сравнение так себе. Москале, вроде меня, тут немного. А отдельные товарищи могут и в рыло дать за подобные параллели. Конец цитаты. Просто забавненький штрих, как по мне. Это так, к делу не относится, просто забавненько. Когда я задумывал этот ролик, то целью было одно. Показать, насколько же вселенная сталкера прикольная. Ведь в моей памяти из детства всё казалось шикарным. Я читал книги по сталкеру. Но получилось так, что хорошие вещи я запоминал. Плохие вылетали из головы. Разные несостыковки попросту сглаживались. А главная несостыковка всех книг по сталкеру, это сама вселенная. Если мы возьмём книги по другим произведениям, то увидим, что автор так или иначе пытается соблюдать некую канву. Некие правила вселенной, которые едины для всех. Не отступает от канона и уже в рамках его творит что хочет. И это на самом деле не так уж и сложно, как может показаться. Авторам игры нужно было просто описать основные правила их вселенной. И дать указ авторам их соблюдать. Ничего сложного абсолютно. Вот только вот тут и всплывает отношение GSC Game World к своей же вселенной. Никакой не то что редактуры нет, а даже банального соблюдения базового лора. Как произошла зона, какие у него правила, как зовут стрелка и так далее. Если вы хотите, например, ошалеть от зоны, то советую прочитать сердце контролёра. Твою мать, извините за выражение, это какой-то дикий кринж. Такую книгу, если были бы редакторы, попросту не выпустили бы, как мне кажется. Ладно, там есть персонажи из игры, хер бы с ним там, Сидор, Лебедев, пофигу. Но насколько она сама по себе трэш, я даже словами описать не могу. Из-за того, что книг было прочитано крайне много, даже краткий пересказ каждой из них, ну, делать их крайне зазорно, потому что ролик выйдет очень длительным. Но то, как произошёл первый контролёр, это моё почтение, стыдоба да и только. Но стоит отметить, что несмотря на то, что все книги по сталкеру писались только ради денег, и это чувствуется, всё же есть некоторые книги, которые выделяются на фоне других. Лично мне зашла диалогия про дезертира. Там есть и плавное погружение в мир зоны, и становление персонажа. Всё имеется в общем. Однако эта книга написана, особенно первая книга, про главного героя так, что... Короче, если вам нравится, когда главный герой это прям Супермен, когда он такой крутой просто потому, что это он, то добро пожаловать, книга дезертира для вас. А если вам нравится наблюдать за мужиками-каблуками, когда мужика втаптывает в грязь женщина, которая по факту является проституткой, то тогда сердце дезертира для вас. Но при этом эти книги всё равно имеют логику, имеют каких-никаких персонажей, их цель прослеживается, и иногда даже интрига имеется. Конечно, некоторые вещи слишком сильно выкручены, но это всё нивелируется тем, что это просто литературная жвачка. И вот тут как раз-таки заметна разница между GSC, например, и какие-нибудь там BioWare или же Irrational Games. Книги по Mass Effect я не читал, но их сильно хвалят. Так что выводы по этим книгам я делать не могу, а вот книгу по Биошоку я читал, и не раз. Я пытался сделать аудиокнигу, но регулярно получался низкого качества продукт, который даже стыдно демонстрировать. Получилось так, что я люблю аудиокниги, и слушаю их от профессионалов своего дела. Князев, Булдаков, Сергей Концевич, и, конечно же, Александр Клюквин. Поэтому мои попытки записать аудиокнигу были изначально, скажем так, провальными. Так вот, если мы возьмём книгу по Биошоку, то увидим, что книга не только соблюдает основные правила вселенной, но и дополняет их, не внося ничего лишнего. И даже выступает неким мостиком между двумя частями игры. И что для этого сделали правообладатели? Они наняли писателя Джона Ширли, который уже давно зарекомендовал себя как писателя, который отлично работает в рамках чужой вселенной. Книги по Бэтмену, Хейла, Хищнику, Бордл Лэнсу и так далее. А также у него есть, конечно же, и свои авторские произведения. И Ширли не стал наваливать чуши из своей головы, лютые отсебятины. Он соблюдал некие законы вселенной и её правила, которые были прописаны ещё в игре. И даже некоторые игровые условности он оправдывал. Конечно же, не все, но тем не менее. А что сделать GSC Game World? Ну, смотрите, у нас есть популярная франшиза на СНГшном рынке. И нам очень нужны деньги. Давайте мы будем нанимать авторов, всех, кто согласится с нами работать. И мы не будем их контролировать. И тут кто на что гораст. У кого-то Зона не любит металла, поэтому главный герой ходит с костяными ножами, а затем заполучает, по-моему, стеклянный пистолет, ну или керамический. Я уже не помню. Хотя тут можно, конечно же, в пику мне сказать, что это вроде как сборник рассказов от фанатов, но тем не менее. У одного даже одна слепая собака может представлять из себя большую угрозу. У другого даже стаю можно отбить в одного. Один автор считает, что Зона — это женщина, молодая и глупая, живое существо. А другой... Ну, короче, вы поняли смысл. И вот оно, отношение G.C. Game World к своей вселенной, к своей курице, которая несет золотые яйца. И оно показывает нам, то, как они на самом деле относятся к миру, который сами и придумали. Ну, как придумали. Сделали ремейк мира Стурганских. Ну, это так, мелочь. Насрать на качество. Нам нужно количество. Почти 100, сука, книг, из которых читабельны, ну, от силы 10, и то с оговорками. И если вы будете сейчас защищать какие-то книги, то знаете, сделайте себе одолжение, перечитайте их для начала. Авторы даже лучших книг по типу Дезертира иногда пишут литую дичь. И к моменту завершения книги ты уже как зомбированный. К примеру, мне показалось, что в книге Дезертир часто говорят слово Зона. Ну, и я решил подсчитать. Более 200, сука, раз. И знаете, что самое забавное? Вместо объяснений или нагнетания атмосферы говорят так. Ну, это Зона. Ну, в Зоне всякое бывает. Ну, Зона суровая и так далее. А это на минуточку одно из лучших произведений. Что происходит в худших книгах, я даже представить боюсь. Я думал, что я перечитаю книги и сделаю вывод наподобие ну, для подростка это самое то. Ну, или вот она, вселенная Сталкера. Она такая увлекательная и прекрасная. Ведь в игре все это сделать нельзя, потому что игры долго разрабатываются, нужно куча авторов и так далее. А вот книги один автор может все сделать. Причем все, что угодно. А твой графический процессор, то есть твоя башка, в любом случае это потянет. И ты сможешь насладиться атмосферным приключением. Но из 100 штук можно выделить, ну, реально штук 5. Ну, максимум 10. И я хотел как раз таки сделать условный топ. Какие книги можно читать, а какие лучше не стоит. Но я сделал вывод такой, что лучше вообще никакие не брать в руки, особенно если вы никогда их не читали. А если читали, то перечитайте. Вы очень сильно удивитесь. GC Game World вряд ли понимает, как им сильно повезло. Они, а именно Сергей, думают, что так и должно быть. Это примерно как я в 2015 году, когда на мой канал подписывалось по 20 человек в месяц. И я думал, что это норма. Но нет, мне очень сильно везло. А я этого не осознавал. И вместо того, чтобы как-то ценить, холить и лелеять свое детище, они забили хуй. И отправили все на самотек. Книги? Да насрать. Пусть пишет кто хочет. Главное, шильдик, сталкер, наклеить и продавать как можно больше, и зарабатывать как можно больше. Фильмы? Да насрать. Это слишком дорого. Запилим сериал с Гошей Куценкой. И то он оказался настолько говном, что даже не вышел. Даже пилотная серия не вышла. Игры? Пф, да тоже насрать. Дадим разработчикам один год. Пусть пилят дополнение. Ведь пока первую часть еще помнят и восхваляют, нужно рубить бабки. Вторая часть? Фф, да насрать. Мы будем нанимать на аутсорс людей почти без опыта. Мы будем делать игру более пяти лет. Мы будем агрессивны, и любое неугодное мнение будем уничтожать. Вот оно отношение. Я потратил месяц, чтобы попытаться, в том числе, окунуться в детство. И отчасти это получилось. Но это приключение на самом деле было лишним. Потраченного времени жаль. Книги по сталкеру годятся для того, чтобы просто лежать в сортире. И иногда их открывать, не более. А вот отношение спустя рукава заметно уже везде. Потому что они, видимо, думают, что так и должно быть. Вышли казаки в отвратительном качестве? Нет, мы не будем делать рефанды. Мы, наоборот, будем покупать больше копий игры Казаки 3. Чтобы студия, наконец-то, начала делать Сталкер 2. Какая связь, непонятно, но так реально было. Любую другую студию смешали бы с говном за такой релиз. Но не GSC. Но это потихоньку меняется. Большинство возрастных фанатов серии игр Сталкер не ждут игру, а ждут телепорт в детство. Ведь тогда, в конце нулевых, часть этого детства была связана со Сталкером. И у некоторых было чувство, что вторая часть вернет нас туда. Хотя бы на эмоциональном уровне. Но нет, не вернет. Лучше отрезветь и понять, что то, что вы любите, превратилось в нечто ужасное. Это как быть влюбленным в начальных классах в девочку. Потом не видеться с ней лет 20, иногда ее вспоминая и думая, какая же она была прекрасная. А через лет 20 увидеть ее среди женщин с заниженной социальной ответственностью. Она не вернет вам детство, а подарит вам венерический букет. То же самое и тут. Что ж, а на этом все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также залетайте в мой телеграм-канал. И спасибо за поддержку на бусте булочки мои. Я это очень сильно оценю. А на этом уж точно все. И всем всего.